Это моя музыкальная школа в Актобе имени Ахмеда Жубанова. Здесь я получал свое первое музыкальное образование в подростковом возрасте. Этот путь я преодолевал на сцену, когда мне было 4 или 5 лет. Для меня это был большой опыт и первые шаги в музыкальный мир. Доброе время суток, уважаемые друзья! Я надеюсь, что у вас у всех все хорошо, все отлично! Все это хорошо, все это хорошо. Я был в школе, я был в школе, а потом я был в школе. Я был в школе, в школе, в школе, в школе. Я был в школе, но я был в школе. Честно сказать, увидев этот сюжет, где наш Димаш рассказывал о своей зачетной книжке, я удивился, что он до сих пор этот момент помнит. Конечно, каждый студент, каждый в нашем музыкальном колледже – это личность, это талантливый человек. Каждый из них заслуживает определенного подхода. В отношении Димаша никогда я не скрывал, я всегда его держал в ежовых рукавицах, потому что ответственность была высокая. Как вы знаете, чем талантливее человек, тем больше требований этому человеку. Поэтому я воспользовался таким хитрым ходом в те годы. Студенты не так интересовались своими оценками. Им более важны были достижения на конкурсах, на каких-то фестивалях. Поэтому они практически не видели свои зачетные книжки. А сейчас, конечно, такой метод уже и жил свое. Мы сейчас пользуемся электронными журналами, куда спокойно могут войти каждый студент и посмотреть все свои оценки. Я единственное хочу сказать, что я всегда пользовался и пользуюсь методом кнута и пряника. Я точно знаю, что этот метод всегда подходит практически каждому студенту. И еще хочу добавить одну очень немаловажную вещь. Вообще я считаю, что каждого студента педагог должен любить. Когда студент чувствует отношение своего педагога к нему, он будет стараться не подводить его. Это уже доказано временем. Так что, уважаемые педагоги, если воспользуетесь именно вот этим последним методом, вы не будете в проигрыше. Назову два конкурса, которые имеют большой вес в его творчестве. Это конкурс международный, который проходил в Кыргызстане «Голос Азии». Назывался этот конкурс, где он занял гран-при. И второй очень важный конкурс в его творчестве, в его творческом пути – это «Жасханат». Республиканский конкурс молодых эстрадных исполнителей, который прошел в городе Астане. «Жасханат» переводится «молодые крылья». С этого конкурса начинали очень многие казахстанские эстрадные исполнители, которых сейчас очень хорошо знают в нашей республике и за ее пределами. Итальянская школа, она любима очень многими почитателями оперного искусства, вообще вокального искусства. Но наши студенты поют и произведения композиторов XVI-XVIII веков. Они поют и произведения более позднего периода. Это арии из опер зарубежных композиторов, из опер казахстанских композиторов. Это романсы из циклов немецких композиторов. Это и народные песни. Поэтому однозначно, что мы являемся почитателями только итальянской школы, это, конечно, не очень соответствует. Мы по своим возможностям стараемся петь произведения русских композиторов в подобающем стиле, который требует русская вокальная школа. Итальянские произведения, естественно, стараемся петь соответственно. И казахские произведения, это ближе всего мы стараемся прививать, учить студентов, чтобы они знали, имели представление о разных вокальных школах. Естественно, Димаш тоже не исключение. Мы пели чисто академический репертуар, и разговор, конечно, шел о том, что со временем он попытается продолжить обучение в Италии. Но так как мы, поосовещавшись, выбрали немножко иной путь, после совершения музыкального колледжа он поступил на отделение джазового вокала. Требования были другие. Но я хочу сказать, если Димаш продолжил бы оперную карьеру, то у него эта сторона тоже получалась бы очень хорошо. Я в этом не сомневаюсь. Еще один вопрос, о которых, наверное, надо будет серьезно поговорить. О поведении юных, дарований, которые достигают определенных побед. Дети, естественно, дети, им этого понять очень сложно. И их родителей, их надо направлять правильно. Я знаю очень много детей, которые достигли в детском и юном возрасте очень неплохих побед, достижений. Но потом в определенном возрасте, уже довольно-таки взрослом, они никак не могут пробиться дальше. Но это, видимо, и судьба, и какие-то другие факторы. И, естественно, вот это вот состояние звездности, которое у него было, вот этого слова я не люблю. Вот звезда, звездность категорически не воспринимаю это слово. И когда у молодого человека везде какие-то преграды, дальше карьера не развивается, не получается. И в этот период ему приходится не сладко. Я даже сказал бы, плохо. Потому что то состояние, к которому он привык, к звездности, у него сохранилось, а дальше ведь карьера не развивается. И тут я даже боюсь, что с некоторыми может случиться в психологическом плане очень нехорошо. Мне бы этого, конечно, не хотелось, поэтому детей и, самое главное, родителей, родителей надо направлять правильно. В этом отношении с Димашем никаких проблем не было. Во-первых, я всегда об этом говорю, он очень воспитанный молодой человек. У него те качества, которые высоко ценятся в моем народе, у казахов, это любить младших, слушаться, уважать традиции, уважать старших. Это ему вот эти понятия были привиты с очень маленького возраста. И меня то, что радует, он достиг сейчас, в данный момент, определенных больших высот. Но меня радует то, что он вот эти свои качества воспитанности, воспитанного человека сохранил. И эти качества у него до сих пор есть. И я буду надеяться на то, что он, как человек, никогда не изменится. Вот этого мне хочется всегда. Он голову, слава Аллаху, не потерял. Разум у него на первом месте всегда. И я надеюсь, что это будет у него всегда. И держать в ежовых рукавицах 50 на 50. Вот. Годы обучения в колледже я спуску ему не давал. Держал его довольно-таки в жестких рамках. Для моих детей, для моих студентов на первом месте всегда было и остается оставаться воспитанным, правильным гражданином, человеком. А остальное уже посмотрим. Я буду делать, как всегда, все, что от меня зависит. Воспитание моих детей, моих студентов. А дальше уже посмотрим. Я думаю, что жизнь сама все расставит по своим местам. Я благодарю вас за внимание. Я вам желаю всех благ, всего хорошего. Я вас всех люблю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Игорь Негода. Игорь Негода. Субтитры создал DimaTorzok Самое жилье в 10. Субтитры создал DimaTorzok Продолжение следует...